Всем хай, с вами Лалай. Даненько мы с вами не виделись, но если вы следили за сообществом, вы знаете почему. Скоро Новый Год, и вас нужно порадовать новым видосиком. Надеюсь, вы проедете активность под этим видосом, я этого не прошу часто, а даже и не прошу. Ладно, с оставлением мы разобрались. Давайте перейдём к теме. Мне кажется, что немногие задумывались о том, как мы путешествуем во времени в ПВЗ-2. Но путешествуем-вутешинствуем, и нам-то какое дело? Многие так, наверное, и скажут. Но на самом деле, всё намного интереснее. Я вам выдал свои теории и гипотезы по поводу всего, и как замешан в этом зомбосс. И выпустит ли Милалай новое видео. Каждый знает, что вторая часть так и связана со временами. И это довольно круто, ведь миры расставлены в правильном порядке по ходу времени. И как Дэйв перемещается по времени? Если думаете, что всё Пенни рулит, то это не совсем так. Мы знаем, что произошла ошибка, и Дэйв зашёл в очень далёкое прошлое. Ошибка сама возникла. Или я кто-то сделал? Я думаю, что её кто-то сделал. А кто? Ну конечно же зомбосс. Я могу привести несколько примеров, почему именно он. Первое. Когда Дэйв переместился в Древний Египет, там уже были зомби. Разве не похожи на ловушку? Примитый Грагантюа, он выскакивает и ведёт себя так, что будто знает, что мы тут появимся. Третье. Он даёт ключи в другие миры. Другое время. Об этом чуть попозже. И... А ещё он лысый. Все эти факты приводят к тому, что возможно Эдгар вводит нас по мирам в надежде нас победить. Ключи появились в игре не так давно, но уже хорошо раскрывают сюжет. Как я уже и говорил, зомбосс нас вводит по мирам благодаря этим ключам миров. Они выпадают после уничтожения робота, как бы обманывают нас, что он их хотел давать ключ. А в нём заложены координаты следующего времени. И теперь все с вами согласны, что путешествие во времени помогает зомбосс. И ответ, каким образом мы можем попасть в прошлый день или мир, вылетает сам. Ну а на этом мы будем заканчивать. По ходу канала я понял, что теорию меня получается делать лучше всего. Хоть они и маленькие, но довольно продуктивные. Пишите в комменты, прошу мне ещё снять теорию, и я попробую её реализовать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Скоро Новый Год, и надо вас всех поздравлять. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всех с наступающим. И пока. Ну наконец-то. С десятой попытки этот долбанный конец. Я заснял. Ужас.